Доброе утро, друзья! Вы на канале Дневник Натали Мы с Артурчиком и Шекелем выехали на реку Днепр на рыбалочку Здесь уже мы не первый раз, нам это место очень понравилось Вот мой любимый рыбачок Уже поймал карасика и хорошего карасика такого, больше чем ладошечник Что-то там, это пустое, да? Да, это я пустое А то думала, сейчас будет рыбка онлайн Пока Артурчик у нас рыбачит, приглашаю вас с собой пройтись по такому осеннему лесу На прогулочку, послушать пение птиц Кому интересно, пойдемте со мной, посмотрите Шекелешка, пойдем Пойдем прогуляемся, пока папа порыбачит Решили его Да, была? Вот, у Артурчика была поклевка Класс! Ну все, мы сейчас придем с прогулки Ждем от тебя рыбку Красотища! Нам вот понравилось это местечко, очень удобно для нас Можно расположиться хорошо И красиво-красиво Солнышко выходит, поэтому решили взять с собой шекеля Ну вот, конечно, друзья Ночью практически не спали Вчера Артурчику поставили холтер Кто не знает, это Ну, как вам сказать Диагностика сердца, проверка Так как Артур перенес инфаркт миокарда Сейчас мы проходим всех врачей И вот ему на сутки поставили этот холтер Куча приборов На нем повесили Куча проводов Каждые 15 минут накачивалось Проверялось у него давление Это все нужно было фиксировать И ходьба по лестнице И прогулки И отдыхи И питание Ну, в общем, всего-всего Вот, так что Мы вчера ездили на рыбалку Потому что дома таких нагрузок Мы не можем сделать Потому что дома Ну, диван, телевизор Как говорится, кухня И все Вот В магазин мы не могли пойти Так как ему сказали Что никакие турникеты Ничего проходить нельзя Телефоны рядом нельзя Чтобы не нарушилось Ну, приборы Чтобы не вышли Из строя И не было сбоя И мы решили уехать На рыбалку Шекеля оставили дома Поймали вчера Здесь три карасика Ну, погода была Очень-очень классная Солнышко И вот мы решили И вот мы решили Что и сегодня Мы поедем на рыбалку Только уже с нашим малышом Пусть он прогуляется А то дома один Сидит Тоже как-то жалко его А с завтрашнего дня У нас уже обещают дожди Поэтому пользуемся Золотыми денечками Теплыми Вот Так что ночь у нас прошла Так Беспокойно Потому что у мужа Постоянно срабатывал Каждые 15 минут Этот прибор А он так гудит Очень сильно И мы просыпались Потом прознулись Как Не выспавшиеся Чумные такие Я ничего Не красилась Ничего Потому что Ой Думаю Ладно Мы поедем на рыбалку На отдых Пусть Иличик отдохнет Вот И в 7 утра Артурчик уже был у доктора Сняли Холтер Завтра Поедем за ответом И пойдем К кардиологу К травматологу По записям Все записались Посмотрим Что они нам скажут Ой Как вот это По больницам Друзья Ходить Не знаю Хуже некуда Ну ладно Так птицы поют Ой Мне так нравится Тихо Ветра нет Солнышко Давайте вам покажу Шекель Довольный Тут в листве Ходит Шуршит Конечно Он у нас Такой парень Листик Цепляется За лапку Все Стоит Снимите С меня Потеря Потерь Да Шекельюсенька Пойдем Пройдемся Покажем Красивый Такой лес Вот Есть еще Зеленые деревья А есть Он Прям золотые Как огонь Горит Дерево Есть Красные Листочки Коричневые Тишь Гладь И благодать Правда А небо То Ни одного Облачка А на завтра Дух Вот Погода Как будет Меняться Может Артурчик Рыбки Наловит Нажарим Карасей Очень любим Мы природу Прям Красотища Хотели С Артурчиком Поехать Сюда Дальше Проехать Посмотреть Может Еще Какие-то Красивые Тут Подходящие Рыбные Места А там Вот Смотрю Впереди Дерево Какое-то Свалилось Подойдем Посмотрим Потому что У нас Машина Высокая И может Не проехать В таком месте Надо Посмотреть Правда Красиво Смотрите Многих Девочек Смотрю Все ходят Гуляют И в парке И в лес И по Грибочке И так Вот Выходит Ой Смотрите Бутылки Поставили Кто-то Здесь По бутылкам Стрелял Расслаблялся Ну это же Стекло Не знаю Опасно Будет Ходить Конечно Понятно Понятно Что и Расслабиться Хочется Но это же Вот Возле Дороги Прям Смотрите И дорога Сразу Можно Было Конечно И подальше Отойти Ну такое Идемте Посмотрим Что там С деревом Случилось Вот В общем Наслаждаемся Последними Денечками Бабьего Лето Я бы С удовольствием Сходила Грибочки Поискать Пособирать Вон Шекелю Как нравится Разные Запахи Что-то Ищет Что ты Ищешь Там У него Первое Ощущение Вот этой Листвы Потому что В Израиле Такого нет Листопада Там Всегда Все Зелено Ну Падают Листики Иногда Но их Убирают А прям Вот Такого Нет Шекелюсик Я же не обойду Дерево Иди сюда Малышек Иди Обойдем Вот так Шуршит Лисиями Мы раньше В детстве Тоже очень Любили Ходить И шуршать Ножками По листве Я ему взяла Еще костюмчик Такой Полегче Думаю Вдруг Жарко Будет Тепленький Сниму Переодену А вот Смотрите Уже мы Дошли Дерево Завалилось Конечно Мы не проедем Здесь с Артурчиком Иво Пойдем Шекелюся Посмотрим Поближе Смотрите Какое Громадное Дерево Вот Разломилось Оно Видите Напополам Кост Остался Остался Сейчас Покажу Поближе Колеса Иди Ко мне На ручки Иди Покажем Нашим Зрителям Какие Какие Огромные Бревна Дерево Дерево Здесь убрано Убирали За собой Вот Видите Еще Костровище Были Ну Хорошо Очень Все чисто Смотрите Берег Чистый Вода Сегодня В Днепре Просто Шикарные Смотрите Чистые Чистые Немножко Облака Уже Есть В воде Отражаются И вот Кувшинки Но они Уже Все Отцвели Это Только Когда Весной Мы Приедем С Артурчиком То Можем Поснимать Показать Вам Эти Кувшинки Как Они Цветут Красивенько Там Вдали Рыбачки Плавают На лодках Ловят Тоже Дерево Повалено Красиво Если С этой стороны Заезжать Только Машину Там Оставлять Возле Того Бревна И идти Сюда Пешком Очень Красивый Днепр Очень Много Диких Уток Ну Все Друзья Мы Идем С Шекелем Обратно К Артурчику Включимся Уже Наверное Дома Прогулялись Мне так Нравится И Покажем Мы Заедем Наверное На оптовый Склад Что нибудь Купим Вкусненькое Покушать И Покажем Вам Наши Покупочки Ну А сейчас Друзья Ну На некоторое Время С вами Попрощаюсь Буквально На мгновение Для вас Хочу вам пожелать Хорошей теплой осени Настроения Удачи Здоровья Ребятки Не болейте Пусть у всех Все будет хорошо Если не хорошо То пусть будет Все замечательно Все До встречи Уже встретимся Дома Вот Вот Такие Небольшие У нас Сегодня Покупочки Сейчас Вам Все Расскажу Вот Квитанция И Покажу Вам В конце Обзорчика На какую Сумму Мы Скупились Сыр Стоит 60 гривен 50 копеек Вот Такую Докторскую Колбасу Мы Купили Это Высший Сорт Стоит 70 гривен За килограмм Здесь 730 Грамм Она Весит Мы Заплатили 51 гривну 10 копеек Взяли Вот Такой Вот Сервелат Кусочек Высший Сорт Продрезерв Стоит 187 Гривен 71 Копейка В этом Кусочке 306 Грамм И Стоит Она 57 Гривен 44 Копейки Вот Такая Салями Виденська Тоже Высший Сорт Казацька Фирма За килограмм Стоит 190 Гривен 85 Копеек Кусочек Весит 272 Грамма И Заплатили Мы 51 91 И Вот Такую Упаковочку Мы Взяли Филейных Сосисок Бощинский Мясокомбинат Нам Они Очень Нравятся В упаковке 1,5 Килограмма Килограмм Таких Сосисок Стоит 112 Гривен 13 Копеек Мы Заплатили За упаковочку 168 Гривен 20 Копеек Вот И Всего У нас Вот Сумма 441 Гривна 30 Копеек Вот Такую Квитанцию Нам Выдали Копеек Вот Неплохие Покупочки Как бы Намного Намного Подешевле Чем Купить Те же Самые Продукты В магазине Ну И Сейчас Друзья Хочу Вам Показать Чем Мы Будем Заниматься С Артурчиком Дальше Мы Отварили Картошку Яйца Кто Уже Догадался Очень Захотелось Нам Мясного Салата Колбаску Я Вам Показала Мы Будем Делать Три Сорта Колбаски Нам Очень Нравится Такой Салат Когда И Вареная Колбаска И Вареная Копченая Вот Такой Вкус Получается Салата Очень Вкусный Нам Понравилось Огурцы Мы Будем Вот Такие Маринованные Своя Линия Купили Его Купили Такие Огурчики Мы Уже Вкус Мы Не Знаем Мы Не Пробовали Свои Еще Которые Я Закрывала Еще Мы Не Открывали Ни Одной Баночки Но Я Думаю Вот Эту Мы Скушаем В Мясной Салат Пойдет А Потом Уже Покупать Не Будем Пользоваться Уже Своими Вот Такой Горошек Зеленый Тоже Своя Линия Вот И Здесь Я Уже Нарезала Мясо Свинины У меня И Вот Фарш Мы Купили В АТБ Фарш Говяжий Хочу Сделать Свиноговяжие Котлеты Лук Подготовила Почищу В общем Займусь Сейчас Фаршем Какую-то Часть Котлет Пожарю А Какую-то Часть Просто Фаршем Заморожим В морозилке И Когда Мы Захотим Достала Разморозила И Пожарила Ну В общем Ребятки Мы Начинаем Приготавливать Наш Салат Потому Что Сейчас Мы Приготовим Покушаем И У Меня Еще Сегодня Целое Дело Мне Нужно Подстричь Артурчика Поставила Свою Машинку На Зарядку Вот Она Уже Стоит Заряжается Как Раз Салатик Сделаем И Подстригу Мужа Единственное Конечно Не знаю Как Вот Этого Лохмачонка Сейчас Подстригать Потому Что Холодно Они И так Их Подстригают Начинают Труситься Да Зайка Моя Скажи Привет Друзья Привет Скажи Мои Хорошие Да Скажи Я Боюсь Вот Это Холодов Как Мама Меня Будет Подстригать Когда Зима На носу Да Ну Ждем Когда Отопление Включат Может Квартира Будет Потеплее И Тогда Подстригу Манюсеньку Вот Эту Маленького Носика Носика Такого Вот Такой Носик Кур Носик Хочу Хочу Показать Вот Эту Вот Солоторезку У Кого Есть Еще Такая Кто Такой Пользуется Напишите Мне Нравится Не Нравится Нам Очень Нравится Смотрите Вот Я Беру Яичко Разрезала Напополам Вставляю И Просто Вот Так Вот Пальчиками Надавливая И У Меня Вот Получается Какие Кубики Сейчас Вам Покажу Сейчас Вторую Половинку Сделаю Чтоб Виднее Было Вот Смотрите Отличные Кубики Получаются Очень Удобно Стоит 13 Гривен Прям Очень Нравится И Картошечку Мы Так Делаем Если Делаем Винегрет То Через Эти Через Эту Сеточку И Морковочку Вот Продавливаем Режем Ее На Кружочки Вот Отдавим И Свеклу И Картошку Все Очень Быстро Получается И Красиво Вот Все Яички Я Уже Покрешила И Вот Решила Показать Смотрите Вот Такую Картошечку Тоже Вот Так Вот Положила И Просто Продавила Пальчиками Хочу Чтоб Вам Видно Было Видите Какие Кубики Отличные Получаются Не Слипается Ничего Как От Ножа Вот И Так Вот Сделаю Картошечку Вот Ребятки Открыли Горошек Попробовали Очень Кусный Тверденький Класс Смотрите Какая Баночка Горошек Понравился Огурчики Открыли Один Маленький Достали Вот С Артурчиком Вот Попробовали Тверденький Но Они Сладкие Соли Не Хватает Вот Чувствуется Сладость И уксус Вот Такое Подсолим Салат Тогда Наш Пробую Слышите Хрустит Неплохо Но Сладкий Огурец Не Должен Быть Такой Кислоты Не Чувствуется В основном Сладость Хотелось Чтобы Немножко Кисленько Было Но Оксус И Сахар Все Ну Специи Все Сейчас Я перекладываю Режу Огурчики Вот Такой У нас Салатик Ребятки Получился Наши Маринованные Грибочки Попробуем По Рецепту Натали Пробуем Первый Раз И Я Готовила Перцы Фаршированные Ну У нас Ребятки Сегодня День Такой Мы Вспоминаем Маму Артура Уже Прошло 11 Лет Как Ее С Нами Нет Ну Вот Так Мы Вдвоем Маму Мы Помним Хорошая Была Женщина Царство Небесное Земля Пухом И Всем Всем Ребята Друзья У кого Нет Родных Близких С вами С нами Всем Царство Небесное И Пусть Земля Будет Пухом Редактор Редактор Корректор Редактор Корректор Редактор Корректор Редактор